На защиту диплома студентами-заочниками художественно-графического факультета Магнитогорского педагогического института нашу съемочную группу пригласили в глухой лес. Маленькая станция Укшук в горах Башкортостана уже давно стала пенатами для магнитогорских художников и студентов. Пара часов на электричке и ты на пленэре. А сюжетов для зарисовок вокруг не счесть. Цветники и огороды, жанровые сценки на тему станционные смотрители, дети и животные. Но самое главное и желанное – лес во всей своей красоте, меняющийся и манящий. Нашла и открыла Укшук для своих коллег 25 лет назад художник-педагог Римма Гильман. Теперь она еще и бытописатель, телеоператор. С камеры теперь не расстаешься? Заболела? С камеры действительно чудесно. Раньше ходила, смотрела. Вот бы как-то запечатлеть. А тут прямо все. Здорово. Теперь рисовать бросишь? Нет, ни в коем случае. Вот сейчас вот мы закончим всю эту работу. Я уже натянула шелк, приготовила, обязательно попишу. Думаю, золотая осень будет. Там поработает. Хочется. Ну вот как ребята сделали эту дипломную работу. В общем, все сделано так, как хотелось. Или здесь есть еще простор для фантазии, и можно еще чего-то придумать и сделать? Я думаю, что это просто только начало. Здесь такое огромное количество. Можно всего напридумывать, нафантазировать. Но не просто чисто для фантазии. Ведь у нас не задача создать, допустим, какую-то игровую площадку. Там это, чтобы было удобно ребятам, которые работают на пленэре. Ребята, которые приходят, вот заочники. Дисциплина есть такая у нас, основа туристской этики. Знакомство с костром, с биваком. Как сделать стол. Ну и в конце концов, как провести отдых. Гигиена, баня. В общем, все такое. А для художников, для работы на пленэре, здесь, в принципе, как стоянка, это хорошо, нет? Да, я думаю, что неплохо. Во всяком случае, что закрыто все от дождя. Во-вторых, большой стол, он рассчитан на 12 человек спокойно работать. Хозблок, который защищает продукты и все. Еще мыслиться в дальнейшем, значит, здесь вот у нас есть три сосны. Вот эти вот, они никак не задействованы, вот эти сосны. Но уже есть идея, вот у руководителя Олега, что тут нужно сделать какую-то такую закрытую мастерскую. Например, дождь идет, режут дерево. А вообще у нас мечта, вот мы размечтались, провести симпозиум скульпторов, резчиков по дереву. Вот нарезать таких лесовичков и поставить вдоль аллеи. Это будет вообще здорово. Но под открытым небом мы, конечно, не сделаем здесь музей. Это очень сложно, ну и, может, не совсем надежно. Но я думаю, что выставку, допустим, в картинной галерее, результаты симпозиумы, можно сделать прекрасной. Но вернемся к диплому. Вот он, рукотворный, необходимый, полезный и уютный. Полтора месяца работали над ним студенты-заочники. Олег Белугин из Кусы, Раиль Нурисламов из Златоуста, Игорь Кокорин из Нефтьюганска. А где же диплом, спросите вы? Смотрите, смекайте, завидуйте. Баня. Поименованный родник. Бассейн. Раз. Костровище. Табуреты и диванчик. Два. Обеденный стол. Место для кухонной утвари. И все под навесом. Три. Айс под крышей. Резьба по дереву. И табличка. Люди добрые. Владейте и берегите. Четыре. Прекрасная здесь планировка. То есть это место действительно правильно они решили очень и студенты, и преподаватели, что выбрали такое, мекку такую. И мне кажется, это место очень потом вознаградит и художников, и общественность города. Что здесь можно проводить какие-то фестивали, допустим, художники приезжают, поэты, песенники, допустим. И очень интересно будет. А постепенно это все разовьется и, наверное, еще обретет какое-то другое дыхание. Может быть, другой декор. Но во всяком разе ребята сделали очень много по этому поводу. Ну и все-таки, и видно, что все-таки здесь художники работали, а не просто люди, которые организовали стоянку. Вот у меня все вот это. Ну, на этом у нас, в общем-то, работа, мы считаем, не закончится. Потому что мы представим еще, так сказать, к защите перспективный план развития этой площадки. То есть у нас мыслей-то много, что здесь можно еще сделать. Там и детскую площадку, спортплощадку, там скамеечку для влюбленных. Ну, просто у нас времени на это все не хватает еще. Ну, я думаю, те, кто после нас будут, студенты, они это дело продолжат, разовьют, и все будет нормально здесь. Ну, в нашей творческой, так сказать, группе нас трое. Вот мы здесь с Олегом вдвоем присутствуем. Вчера у нас ехал еще один товарищ, он из Нефтьюганска. Когда он оказался здесь в лесу, здесь природа довольно-таки сильно отличается от того, что там у них есть. Ему это очень понравилось. И когда у нас возникла идея сделать стоянку, у него тоже большие идеи появились по поводу, как это все украсить. Ну, мы тут ходили по лесу, здесь много очень разных коряг, изогнутых, так сказать. И вот, когда сюда студенты приходят, да и вообще я в своей работе, когда детей водил в лес, походы небольшие, я всегда их пытался обратить внимание на природную форму. Вот. Присутствие в лесу, вообще времяпровождение в лесу какое-то полезное, оно всегда заставляет полюбить. Как-то так ненавязчиво получается. И после каждого похода в лес я люблю лес еще больше. Здесь и вода прекрасная, да, и родник шикарный, то есть, ну, а то, что вот планировка именно, просто меня, я вот редко встречал вот такие, какие-то, вот такие места, что просто какое-то великолепное место. Тут хочется работать, да, хочется работать, творить и наслаждаться. Сохранить первозданность природы, потому что природа и сама стремится к совершенству, не мучайте ее, а помогайте ей, прекрасная тема для любого диплома, для множества дипломов в наше жестокое и расточительное время. Неплохо вспомнить и Ветхий Завет, книгу притчей Соломоновых. Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!